девочки мальчики я вас приветствую на моих основных каналах мы сегодня будем говорить с вами на темы вдохновением все таки на тема источника вдохновения но у меня радость сейчас так периодически ловлю в ленте да и как бы торологи разбирают вопросы источника радости источника вдохновения там нашего до потока и так далее ну то есть я понимаю что видимо прям вы как-то это через коллективное сознание до выходим на новый уровень насколько я знаю что на канале деда пам саша снимала в чем найти источник радости то есть если вам интересно можете туда заглянуть я думаю что я еще свою версию буду снимать посмотрим вот потому что но бывает такое что коллективное бессознательное да и все об одном и том же только разными словами источник вдохновения зачем он нам нужен бывает такое что в жизни нужно преодолеть определенные испытания бывает такое что нам нужно прийти к своей цели бывает такое что нам действительно нужно подумать о чем-то нематериальном да то есть что поможет прийти к своей цели как найти источник вдохновения в чем он для меня заключается можно ли это сказать что это поточное состояние но я думаю что одно перетекает в другое все-таки. Немножко абстрактные понятия мы обозначим вообще на самом деле, когда вы вдохновлены, то есть какие события должны произойти в вашей жизни, какие, может быть, там качества должны вас преобладать, чтобы вы чувствовали себя вдохновленными. Будем смотреть. Про вдохновение будем смотреть на Монара, потому что сама по себе колода универсальная, мне хочется идти на уровень тела по большей части, на уровень такой, знаете, бытовой. Удивительно, да, с одной стороны вдохновение, а я вам не беру метафорические карты, мы будем работать на Монара. Ну, потому что все живые люди, в первую очередь. Посмотрим, что вас вдохновляет, посмотрим, как найти. Не очень длинный расклад, потому что хочется все-таки мне прям сливки с поверхности снять для вас. Самое основное. Первый зеленый, второй оранжевый, третий полосатый. В инфобоксе время начала вашего видео. Вот, и по традиции большая благодарность тем, кто поддерживает все мои проекты финансово, кто просто пишет теплые комментарии, кто дает обратную связь, да, кто проживается на Арканы, вот, кто там в предвкушении моих новых проектов, все это будет, дайте просто чуть больше времени. Вот, сказала все, что хотела, давайте начинать расклад. Так. Единички. Ну что, поищем для вас источник вдохновения. Ну, давайте сначала просто продиагностирую вас немножко, да. Насколько вы вдохновленная личность или приземленная? Так. Дальше посмотрим, в чем вы ищете источники вдохновения. Да. Что они вам дают? И в чем действительно можно поискать еще? Ну что, насколько вы про вдохновение личности? Ну, слушайте, я вам так хочу сказать, вы реально можете быть музой, вы реально можете сами вдохновлять, то есть вы сами можете являться источником вдохновения. Интересно, это такое солнце, потому что оно и про упущенные шансы. Слушайте, солнце, луна, как бы паш воды. Какая интересная это вообще личность передо мной. Я могу сказать, чем вы вдохновляете, вдохновляете своими противоречиями, да. И с одной этой стороны, это про то, что вот вы, как бы, такая достаточно сильная, энергичная, там, может, чем-то занимаетесь, да, что-то себе представляете. А внутри такой хрупкий цветочек. Это, безусловно, подкупает людей, потому что, ну, опять же, если бы вы были просто хрупкой, да, то, может быть, конечно, там, это не было бы так интересно, согласитесь, да. То есть вы на самом деле являетесь источником вдохновения для людей, да, вот, для тех, кому нужно не сдаваться, ну, если они идут к своей цели, опять же, да. Для тех, кто, там, допустим, хочет похудеть, и у них долгое время не получается, они смотрят на вас, а вы там прям похудели, там, на 10 килограмм, там, за, я не знаю, сколько, за 2 месяца, прям умничка такая, да. То есть вы реально прям можете быть источником вдохновения. И людей вот подкупает, да, такое вот ощущение хрупкости все-таки. И вы, кстати, себя можете, да, считать той личностью, которая вдохновляет. Сейчас посмотрю еще, чем конкретно вдохновляете. Вот какой-то своей самодостаточности внутренней, понятно. Девочки селфмейд ко мне придут. Давайте, смотрим, как же, как же и чем же вы вдохновляетесь сами, да, что вас вдохновляет. Короче, девочки, вам нужно прям бросить себя на пропасть и саму себя вытащить за косички, за волосы, там, я не знаю, за какие части тела, и вот тогда у вас есть ощущение ценности. То есть мне нужно себя надорвать максимально, и вот тогда у меня есть ощущение ценности. Простите, это карта страшного суда. Вот она вроде как, уже все совсем ее нет, да, и она такая прям вот погибла, я не знаю, там, в цвете сил, но все-таки вот у нее из ее нежных мест вылетает, как белые голубки. Это такой формат возрождения, такой новой жизни. Вот, ну, метафорически, конечно, прекрасно, да, все изображено. Вот, и при этом она прекрасна в момент, видимо, своего перерождения, и, да, тут такое вот ощущение, что, может быть, вы себя еще очень сильно любите, вы себя вдохновляете, когда вас, как это сказать, возобладала духовность над материальным, опять же, да, когда у вас в балансе, ну, условно, как бы душа и тело. Это я недавно снимала расклад, если кому интересно, про внутреннюю красоту. И при этом я уверена, что меня пришли смотреть очень красивые мужчины и женщины, но мне хотелось еще донести, что если нет внутренней красоты, то внешняя красота достаточно пустая, да, то есть она такая, делает нас одинаковыми. Вот. И, собственно, здесь как бы страшный суд, это именно про то, что я транслирую, что меня вдохновляет, что я сама себя сделала, да, то есть мне саму себе есть за что хвалить, да. Самое главное, девчоночки мои, в поиске вашей личной жизни, чтобы, когда вот мы так себе несем, чтобы наши свидания не напоминали собеседования, да, и серии «Посмотри, какая я вот вся», да, и командным тоном таким, а ты вот сделай что-нибудь, чтобы меня заслужить вообще. И тут вот нужно понять, что того товарища, который рядом с вами находится, напротив вас, да, у него же тоже есть какой-то опыт, да, и его как бы есть за что похвалить, безусловно. Поэтому как бы ищите компромиссы, иначе будете превращаться в каких-то весьма экзальтированных дам, помешанных, да, на собственном успехе и прочем. Давайте. Что еще вдохновляет вас? А, можно я скажу, что меня вдохновляет по этой карте? А, я ощущаю сейчас сильные женщины. Вот мне тут девочка знакомая спрашивала, а есть, говорит, муза мужчины, который тебя вдохновляет? Я что-то так задумалась, говорю, ну нет, потому что я как бы разочарование боюсь, поэтому я не очаровываюсь, да. А женщины есть очень крутые, сильные, которые меня вдохновляют, и я прям, ну, смотрю через что они прошли, кем они стали, и для меня это просто великие умнички. Поэтому я просто вот привожу пример вообще, поэтому, может быть, для вас это тоже, знаете, такой источник вдохновения, сильные люди, которые сами себе сделали. Вот она, карта страшного суда. Давайте смотреть, что еще вас вдохновляет. Порядочность? Честные, порядочные люди, которые не идут по трупам. Сейчас посмотрю, раскрою справедливость. Ну, вот, наверное, давайте так, я готова объединить вот эти три карты, рассказать, что это такое, что вас вдохновляет. Вас вдохновляют люди, которые могли попасть в рабские условия, согласно работы своей, труда, там, отношений и так далее, да, работа, труда, отношения, здоровье и прочего, да, на те, которые смогли вырваться. Потому что сама по себе семерка Пентакли это карта таких, знаете, иллюзий. Когда-нибудь чудо произойдет, когда-нибудь, когда-нибудь у меня это настанет, новая жизнь, когда-нибудь я смогу это сделать. И вас, на самом деле, будут вдохновлять личности, которые смогли сделать то, что пока не удается сделать вам. Понимаете? Да, ну, в этом карте иллюзия. Сейчас посмотрю, к чему приходит, конечно. Что вам не удается сейчас сделать, да, или как вам не удается себя чувствовать сейчас. Выйти из зависимых положений, которые связаны с различными всякими психопатическими расстройствами ваших партнеров, опять же, да, состояние жертвенности, состояние какого-то внутреннего мазохизма, да. Ну, очень часто, кстати, это вот читается как какое-нибудь там домашнее физическое насилие, или там положение, которое занимает женщина, там, допустим, в ортодоксальных мусульманских странах, да, вот в таком ключе, то есть. У меня же, кстати, очень большая аудитория девочек, которые покрыты, да, девочек, которые действительно служат своему мужу, потому что это есть менталитет. Ну, я знаю, что меня смотрят, приходят на личные консультации, поэтому, да, я могу сказать, что вас вдохновляют те, кто действительно смог где-то переломить систему, да, где-то выйти из-под оков семьи своей, да, или там семьи мужа, например, или запрещая работать, вы работаете. Вот в таком ключе, да, то есть вот женский какой-то бунт, когда женщина сама себя делает. Ну, если мальчики смотрят, понятно, что вас будут вдохновлять еще и селфмейт мужчины, да, просто переворачивайте ситуацию. Что еще вдохновляет вас? Ну, понятно, да, тут немножко такой момент, что женщина чуть-чуть выше мужчины. Все-таки как-никак. Хотя на самом деле, ну, он сам, видимо, выбирает преклоняться, да, перед ней или нет. Ну, вот будут вдохновлять вас люди, которые прошли через знаковые события своей жизни. Кстати, обратите внимание, вообще сколько здесь старших арканов сейчас выпадает, да, на первый вариант. Какие глобальные, значительные события должны происходить, и как вы сами себе глобально значительно должны были сделать, если столько старших арканов у нас на расклад про вдохновение. Да, то есть это люди, в которых никто не верил, а теперь другие гордятся, что знают их, да, вот в таком ключе. Хорошо, ладно, давайте. Как нам найти источники вдохновения для себя конкретно? Для себя, да, то есть, где, чем мы конкретно еще можем вдохновлять? Самодостаточность, понятно. Такие же люди вас вдохновляют. Давайте еще источник вдохновения внутри поищем. Вот неоднозначная карта девятки огня, да, девятки жезлов, потому что, с одной стороны, это карта партнерства, а с другой, это страны, никакого партнерства здесь нет. И очень часто читают, как людей абсолютно разных, да, такое вот ощущение, что когда мы не вписываемся в шаблоны и рамки. Вот как бы я читала эту карту? Дайте просто немножко сдвину наше пространство. Я хочу, чтобы вы все видели, как бы я это все читала. А в чем, как бы, источник вдохновения, да, для вас? Как найти ваши нестандартности? Вот эта нестандартность, она же не всегда про то, что мы выбираем афроамериканцев, да, хотя сами светлокожие девочки, там, или мальчики. Это про, ну, понимаете, как бы ваше видение нестандартной мира, ситуации. Про то, что неподобное притягивается к подобному, да, а про противоположности, которые, когда мы примирили, интегрировали, да, мы действительно наблюдаем такое состояние гармонии все-таки. Вот здесь вот как бы нужно помнить о том, что условно наша светлая, темная сторона, если они интегрированы, они дают вообще просто колоссальное количество энергии, да. Поэтому про принятие светлой и темной стороны не забывайте. Понятно, что у каждого это свое все. Сейчас посмотрю, какой у вас конфликт. Но это ваше источник вдохновения, понимаете, когда я такая, какая я есть. Все, отколебитесь от меня. Не нужно меня переделывать, не нужно менять, как бы что-то еще. Не хочу ни под кого подстраиваться. А какая вы есть, давайте. Офигеть. Офигеть. Вы мне тут одни девятки выложили. Девятки, старшие арканы. Что-то прям такие женщины, что? Ничего, что я сижу в вашем присутствии. Можно? Вы против системы, вы эксцентричны, вы понимаете, источник вдохновения, когда вот вы действительно делаете что-то странное, может быть. То, что не вписывается в шаблоны. Какой-то концепт, возможно, да? Выстраиваете свою жизнь, не думая о том, что подумает окружающий. Вот такой вот момент, да? Когда мы эмоционально свободны, когда вы свободны выражать эмоции, когда вы где-то по-детски непосредственно, возможно, да? Это же еще ваш личный источник вдохновения, да? А слабо, а давай замучим, а давай придумаем что-то спонтанное. Вот смотрите, лучшие события в вашей жизни сто процентов вангую, вот как хотите, вот, не знаю, подпишусь сама под любым своим словом, будет происходить спонтанно. Понимаете? Не спланированно, да? Как вот мы сидим, выживаем это все, да? Там выжимаем из себя, планируем стратегию, а спонтанно. И вот здесь вот как раз, когда вы спонтанно и счастливы, да, это ваш личный источник вдохновения. И вот тогда, понимаете, за вами люди наблюдают, да, за то вот как, за тем, как вы проявляетесь. За ощущение, что вы вообще ни на кого не смотрите, не подстраиваетесь. Это очень крутая такая тема, и она очень сильно считывается. Ну, я не знаю, как вы, я люблю таких людей. Мне прям нравится самобытность, я прям пырусь от этого. это может быть окружающими людьми там несколько эксцентричными, но, блин, они с послевкусием. И если вы не будете бояться оставлять послевкусие, опять же, такая метафорическая история, потому что наша прекрасная дама пораженилась там в центре города, да, ну, там имеется в виду смысл, что она избавляется от эмоций там своих, эмоциональный фон, но это же тоже просто про оставление послевкусия. Я еще могу сказать, когда вами вдохновляется мужчина, это когда в момент близости вы получаете истинное удовольствие от себя. И, может быть, это даже кому-то будет напоминать какой-то момент эгоизма, да, и, может быть, вы действительно, ну, там, близость воспринимаете как моменты служения мужчине, но вот если будете включать нотки эгоизма, все-таки собственное наслаждение, это тоже очень вдохновляет, на самом деле, любовников на проявление там какой-то нежности, страсти по отношению к вам. Вот ваша независимость, немножко стервозность, да, это тоже будет людей вдохновлять. Ну, это будет считаться, что стервозность, понимаете, мало кто знает, да, что для того, чтобы вырастить бегемотовую броню, но при этом остаться хрупкой внутри, да, нам приходится через многое пройти. Так, давайте, в чем еще ваш личный источник? Да все-таки слушайте эмоции, все-таки эмоции, все-таки выводить, наверное, да, еще на эмоции вдохновляет вас. Слушайте, вот ощущение, что вы себя как бы цените и считаете источником вдохновения, если вы пострадали и, понимаете, из этого вышли. Вот, и только так. А если мы, в состоянии покоя, как бы кайфа и дзена, то такое ощущение, что нечем вдохновляться? Да, вот вам, знаете, источник вдохновения, когда мы вышли из состояния ведомости. Вот такая вот история. Так, ну что, я не помню, что я там закладывала вам в эту карту, как источник вдохновения, но, может быть, мы возьмем тогда что там, совет от вселенной? Правда, не помню, что я закладывала. Принцип помню, но уже в поток выкинула настолько, что я могу сейчас это читать, не то, что я изначально планировала. Сейчас я подумаю, как завершить. Так, вы сами, как вы сами получаете, как можете получать источник. А, давайте так, насколько помню, там было, что для чего, да, нам нужно вдохновение, что это нам дает? Самолюбование. Все. О чем не все понятно? А вам? Так, единички. Ну, слушайте, в общем, вот такая была для вас история. Короче, вам вдохновение нужно для самолюбования. А потом вы будете мне говорить, что я встречаю нарциссов. Может быть, там какие-то моменты, все-таки, семена желтого цветочка то вас тоже проросли, да, немножко. Так, ладно. Пошутила и не пошутила. Двоечка, я вас приветствую. Напоминаю, что работаем на Монаро, ищем источник вдохновения. Ну, в такой, знаете, больше земной плоскости. так, три карты, которые покажут нам, что у вас с вдохновением, вообще надо оно вам или нет, как вы тут дружите, не дружите, в чем вы видите для себя источники вдохновения сами, где вы еще это можете получить. И, собственно, зачем оно вам надо. Ну, что, насколько вы сами вдохновляющая личность? Или, там, может быть, совсем вы не про это, да? Как вы сами считаете? А, ну, в общем, что вы про себя считаете? Вы считаете, что, по сути, вот, есть какая-то роль женщины, которую вам, может быть, навязали, может быть, в которой вам самой комфортно. Но обратите внимание, что личность этой женщины закрыта. Мужчина прильнул, там, к ее груди, ему в этом всем комфортно. Так вот, вы вдохновляете, наверное, вам хочется быть хорошей женой, да? Хочется? Да еще бы. Еще бы. Я хорошая жена, я идеальная там хозяйка, я идеальная женщина. И, собственно, если ты заслужишь идеальную женщину, ну, собственно, сажай меня как бы на трон, и я буду тебе верна, и нужна, как бы, и прочее. И вот тут вот, как бы, такой момент, что, почему мы можем считать себя вдохновительницей? Потому что мы очень верные. Как и никак. Мы вот, на самом деле, очень верные. Если нас выбирают для дальнейшей, там, семейной жизни, мы по мужчинам, там, по тиндерам не побежим с левыми фотками. Вот. И для нас это, на самом деле, очень важно. Верность, преданность, свобода, равенство и братство, оно не про нас, да? Мы про служение, мы про преданность. И действительно хочется достойного мужчину, чтобы ему служить. Но при этом обратите внимание на четвёрку воды, как бы четвёрку кубков. Вот. Опять же, в моей личной интерпретации, хотя я комикс читала, то есть я сейчас не про историю, да? Комиксов, которые изначально легли в основу, да? Второй, Мила Монара. Я про то, что она, конечно, говорит о том, что она женщина замужняя. Вот. Ну, слушайте, насколько я помню, в самом комиксе я не помню, чтобы она замужняя была, правда. Вот. И как бы тут молодые индейцы к ней не подкатывали, да? Ведро её пустое, она либо этим ведром огреет, да? Либо просто говорит, что она может дозировать эмоции. Поэтому здесь я вам хочу сказать, что вы не чужды флирта, понимаете? Вам просто нужно, чтобы мужчина, с которым вы находитесь рядом, ценил вашу верность и преданность. Ну, что ты сери, посмотри, какая классная женщина, да? Если я рядом с тобой, тебе очень повезло. И вам, на самом деле, очень важно, чтобы вас ценили. Потому что, да, потому что вы такая женщина, что с вами в огонь воду медные трубы. Потому что вы реально можете, я не знаю, жить на 20 тысяч рублей в месяц условно, да? И верить в своего мужика, понимаете? И вот ощущение вам, что если, ну, ваше ощущение, что если вы в неё верите, вы вдохновляете тем самым на какие-то подвиги ради вас, да? Вот я бы с вами хотела работать, потому что вот верные, верные, порядочные, и как-то, от меня сильно не уйдёте, если даже вас бы что-то не устраивает. То есть, я ради тебя наступаю себе на горло, отказываю себе во внимании других мужчин, потому что я готова сосредоточить всё, как бы, вокруг тебя. Но здесь такой момент обмана, потому что чаще всего случается такая история, что не тянет уж мужчина тот пьедестан, на который вы его воздвигли, да? И хочется внимания со стороны, а мы очень боимся его получать, потому что нам тогда кажется, что мы развратные женщины. И, к сожалению, мы будем притягивать таких партнёров, неважно, это работа, личная жизнь, которая будет выводить нас на эмоции. Так. Ну что? Ну что, мои верные хранительницы очага и мужских сердец и прочих причиналов. Давайте смотреть, что же для вас источник вдохновения. Хрупкость, чистота, невинность, наивность, да? И, как это сказать, иллюзорное состояние страха. Вам нужен действительно мужчина, который будет, как вам кажется, сильный, но это иллюзия силы, потому что достаточно часто такое бывает, что когда он там, допустим, прикрикнет, это не означает, что он сильный, это означает, что он с вами договориться не может, ему гибкости не хватает. Не всегда получается, что мы видим внутренний стержень, потому что нас устраивает внешний, да? Понимаем, да, о чем говорю? Напористый мужчина с таким-таким архетипом этого варвара, примитивный такой, может быть, достаточно. А мы будем страдать из-за своей какой-то, знаете, немножко невостребованности, потому что хотелось бы духовности, а мы получаем исключительно приземленного товарища, с которым, не знаю, на рынок за пельменями, за картошкой, да. Понимаете, у нас это будет, мы от этого будем страдать слишком, потому что я же такая вся прям духовная. Ага. И вот здесь как раз источник вдохновения, легкость, хрупкость, искусство, может быть, что еще. Флирт, кстати, еще может быть. Но при этом-то вот все равно ощущение робости. Мне очень интересно, что было в вашей ранней юности, молодости, первое общение с мужчинами, почему вот вы так стремитесь сохранить свою чистоту, как вам кажется, то ли непорочность, что-то такое, потому что вот для вас в этом есть определенная ценность, понимаете. Ценность в чистоте. Так вот, если бы те люди, которые рядом с вами ценили бы это, это одно дело, но, к сожалению, уже не так. Такие, да, немножко двойные стандарты. Двойные стандарты еще заключаются, знаете, в чем? Вот такая вроде вот чистая, непорочная, но при этом мы все равно ищем человека, который это оценит. То есть мы это не для себя, а вот так вот, чтобы, а что вот скажут про эту женщину люди, да? Немножко не продешевить. В чем еще источник вдохновения? Короче, девочки мои, вот вам кажется, что вы настолько порядочны, что для вас источник вдохновения это либо флирт на стороне, либо пошалить, либо что-то еще. Как мы можем это перевести не про отношения, например, а про бизнес? Ну вот, работая мы вот такие прям честные и порядочные, да, а потом начинаем вести тайную бухгалтерию условно. Или вот он такой честный и порядочный по отношению ко мне, но я все равно ему не доверяю, поэтому начну проверять его телефон, да, то есть нам хочется найти какую-то порочность, нас реально будет вдохновлять эта порочность. О, еще бы, еще бы, такие тут сердцеедки. Но все равно будет ощущение, что вам не додали, понимаете, каждый раз не додали. Такие немножко эти алчные, такие жадненькие персонажи у меня, но у вас бы не родилась алчность и жадность, если бы вы изначально не выбирали партнеров, которые не могут вас оценить. Да, у вас такая прям немножко порочность, как это сказать, когда я играю в плохую девочку, это источник вдохновения. Где еще ищем? В духовности? Да ну вас нафиг. Вам вообще ни в коем случае. тут драма, драма, драма опять начинается, да, то есть вам прям реально нужна эта драма? все эти кармические партнеры, все эти несбыточные проекты, мечтания относительно себя, которые не приводят к реальности, да, то есть вот вас это реально все вдохновляет очень сильно. Но бывает такое, что мы не совсем просчитываем результаты, понимаете? Бывает такое, что мы не хотим включать логику. когда мы не хотим ее включать, ну, к сожалению, да, то есть мы вдохновляемся тем, что по сути не приведет к реальности, к сожалению, в иллюзиями, да, иллюзиями живем, в иллюзиях. Где еще поискать источник вдохновения? В раскованности, в смелости. И это же не всегда говорю про отношения. Раскованность, смелость, я имею в виду в принятии решений, в том, что действительно не бойтесь как-то рисковать, да, не бойтесь менять свою жизнь, да, то есть вот источник вдохновения опять же в том, что вы делаете то, что вы не делали раньше, вот в таком ключе. Ну, в плане близости тоже тут можно как-то прям поиграть, да, в это все. Зачем вам вдохновение? Что это вам дает? Ясно, вы хотите быть музой все-таки, да, чтобы мужчина постоянно или вот, ну, просто окружение, думала, боже мой, какая роскошная женщина, как же я ее не стою, да, и вы прям будете этим упиваться всем, что никто вас не достоин, то по сути, вот, либо не выбирает и так далее, да, но это такая, знаете, больше психологическая проблема, немножко, из серии, что недостойна, не выбирает, да, потому что либо мама воспитывала принцессы, а потом оказалось, что ресурсы принцессы, как бы, вам в этой жизни не принадлежат, приходится ножками, дальше, это про то, что действительно, я пока нахожусь такой, в состоянии жертвенности, вот меня вдохновляет либо мои страдания, да, либо страдания другого человека по мне, поэтому я тоже буду выбирать отношения трудно реализуемые, проекты трудно реализуемые, желания трудно реализуемые, потому что, да, вот мне хочется пострадать, мне хочется пофантазировать, мне хочется чего еще, от чего получаем удовольствие? Господи, я бы сказала бы, если бы это было, конечно, не YouTube, это знаете, когда, короче, когда ментально, ты просто трахаешь себе мозг, вот, потому что, вот смотрите, это момент наслаждения, да, который нам показывает, при этом тайное наслаждение, как бы, людям здесь достаточно неплохо, и тут же, как бы, карта семерки земли, семерки пентакли, да, непонятные какие-то ожидания, непонятные ожидания, либо это различные, как бы, треугольники, и тогда вас будет вдохновлять, то, что у вас там несколько мужчин, и вы реально можете там получать удовольствие от общения с одним, потом приходить к другому, да, там, вот, я для тебя была такая невостребованная, посмотри, как Вася меня сильно любит, но я тебе не скажу, что это Васю, чтобы ты его не убил, и вы не подрались, но при этом я буду знать, как бы, да, что я любимая желанна, даже если у меня с тобой что-то не получается, вот в таком, в таком, как бы формате, да, как это перевести, не про отношения, да, не про личную жизнь, допустим, на бизнес-модель, как это можно перевести, это про то, что я бы, конечно, бы расширила бы бизнес, бы, может быть, вот, я как бы мечтаю, что у меня все это получится, да, но опять же, когда-нибудь потом, и если придет партнер, который большую часть делает, как бы, за меня, да, а я потом, значит, это, приду на все готово, и скажу, что я там полноценная, полноправная хозяйка, вот такая модель тоже может проигрываться, да, такие неоправданные ожидания, мечтания, там, ожидания того, что я такая классная, меня когда-нибудь оценят, это, сейчас прям, ну, ну, не то, что мне как бы стыдно, потому что все мы живые люди, вот, я сейчас прям приведу пример, тут как-то это, на одном из интернет-форумов, собирали, короче, список фраз, которые, собственно, как бы, говорит мужчина, и как он себя ведет, после которой женщина вообще просто, ну, не хочет с ним никакой близости, ну, просто из серии поржать, и, значит, в топе там были фразы из серии, что, а что скажет моя мама, да, или там, оплати за меня, я тебе переведу там денег на карту, как бы, потом, вот, и, значит, и там была, как бы, фраза про то, что вот он весь такой гениальный, да, но при этом, вот, эта гениальность никогда не будет востребована, как бы, в этом, в реальном мире, да, и, собственно, тут, если женщина не будет его вдохновлять, то она, типа, ему неинтересна, ну, короче, вот такой вот бред, а на самом деле, кто там будет стирать носки нашим юному гению, не совсем понятно, да, и, как бы, многие же женщины говорят о том, что их надолго не хватает, да, вдохновлять вот такую вот личность, которая вот постоянно в поиске, вот, смотрите, ну, я, кажется, все прекрасно понимаю, среди нас большое количество гениальных людей, уж, передо мной личный триггер, потому что я там от своей гениальности, как мне казалось, да, отказалась, чтобы идти работать, потому что мне некому было кормить, как бы, никто не поверил в себе в мою гениальность, вот, но ни мужчины, ни женщины, на самом деле, не любят, они востребованы гениальных людей, понимаете, ну, не любят, потому что, это же какой-то инфантилизм, по большей части, да, потому что, наверное, многие бы, мы бы, как бы, хотели не участвовать в материальной составляющей мира, да, и, как бы, быть гениями, что-то там творить, да, но не всем это дано, и почему кто-то должен выбирать роль по обслуживанию чужой гениальности, да, вот в таком ключе, поэтому, тут как бы нужно смотреть, чтобы не заигрываться в то, что я гениальная, вы тут мне все обязаны, или, да, я муза, я с очень вдохновением, и поэтому как-то, кружите меня, кружите, да, как майский жук, ну, такая вот была история по второму варианту для вас. Ну, что двоечки? Поговорили про вашу гениальность, да, источник вдохновения и прочее, прочее, я надеюсь, что информация полезна для вас была, вот, где искать источники вдохновения, наверное, просто разрешите себе быть музой, наверное, в первую очередь по отношению к себе, и потом другие люди потянутся. Так, троечки, давайте смотреть происходящее с вами. И так, что мы смотрим с вами, насколько вы сами вдохновляющая личность, да, ну, вот, что вы там про себя думаете, или, ну, как вы вообще к вдохновению относитесь. Дальше мы смотрим, как вы сами для себя видите источник вдохновения. Посмотрим, где еще вы можете брать ресурсы на вдохновение, и посмотрим, зачем вам это вдохновение сдалось. Ну что, давайте, насколько вы вдохновляющая личность? Что вас вдохновляет на достижение целей, там, результаты и так далее, да, где брать источник вдохновения? Ну, вам кажется, что вы очень вдохновляющая личность, но десятка кубков, конечно, женщина, которая действительно вдохновляет на лучшее, на мечты, на цели, на любовь, на отношения, на что-то прям светлое будущее, как бы еще чуть-чуть, и прямо в рай, да? Да, и вот ощущение, что вы как будто можете немножко чужим вдохновением управлять, все-таки почитаю короля огня таким образом. У меня еще ощущение, что вы вдохновляете конкретно мужчин, то есть вы реально можете вдыхать в него ощущение мужественности по отношению к вам. Ой, тут, короче, манипуляторы и управленцы. Поделюсь с вами фразой, мне как-то один мужчина сказал о том, что я никогда не буду одинока, потому что я умею вдохновлять мужчин. Ну, это был такой, знаете, период, видимо, ведичности, да? Ну, то есть, а, я умею восхищаться и вдохновлять. Так вот, ощущение, что вы умеете восхищать и вдохновлять, восхищать, восхищать, вдохновлять, восхищаться и вдохновляться тоже. А как меня отвлекают посторонние звуки на улице, у меня тут дикция страдает. Страдать начинает. Так самое интересное, что вы как вдохновляете людей, понимаете, так и забираете это достаточно быстро. То есть, вы знаете, за какие ниточки дернуть, да? А потом, когда люди подсаживаются на вашу энергию, да, вы их прям жестко наказываете тем, что вы просто очень жестко отсекаете, да? То есть, ощущение, что вы это вдохновение даете взаймы. То есть, он что-то, вот вы его вдохновляете, этого человека, а он что-то за это должен вам дать, да? Какой-то обмен. Очень много подсаженных на вас людей. Вот прям реально как наркотик, да? И когда вот действительно вы подвергаете их анафеме условной, вот, очень много обиды по отношению к вам, когда вы просто перестаете, кормите вот этим вдохновением. А сами, как вы считаете, вас что-то вдохновляет сейчас? Да вы сами. Вы сами себя вдохновляете. Мне кажется, вот эти карты открывать не нужно, да? Вообще, я вам хочу сказать, что вас вдохновляет, когда у вас в материи все хорошо, да? Дом там, я не знаю, чисто, дети там, сытые, причесанные, ну, как бы, мужик нормальный, да? То есть, вот, какая-то прям традиционная модель, она вас вдохновляет. Что, ценная такая женщина? Очень ресурсная, очень наполненная. У меня ощущение, что прям претесь от себя, да? Есть такая? Так это же нормально. Я даже про себя могу сказать, что вот я периодически расклады нейроведьмы, когда смотрю, вот, мне очень нравится. Я вообще очень, как бы, критически отношусь к себе. Вообще, прям, очень критически. но, когда я смотрю то качество информации, ну, не все, конечно, расклады, но мне реально нравится. И где-то, да, я могу сказать, что я прям прусь. И, наверное, просто больше от качества информации и от подачи. Ну, есть такое. И ничего, как бы, плохого в этом нет. Потому что, ну, смысл нам, как бы, двигаться вперед, если мы сами себя не одобряем. Правда? в чем-то. Допомните фраза, чтобы писать полотна, я должен быть голодным, я должен быть один. По-моему, ранний крэк, насколько помню. Прямо, очень крутая фраза. Ну, сам трек не очень, а фраза классная. Я просто периодически люблю вам давать музыкальный квест со смыслом. Понятно. Короче, вы здесь, значит, людьми манипулируете, потому что вы знаете, там, за что тут подергать, да, чтобы ими управлять. И как раз управляете, когда вы ими восхищаетесь, да, когда вы ими вдохновлены. Прикольно. Хорошо. В чем для вас личный источник вдохновения? Ой, короче, вы тоже пострадать любите, да, из-за своих неоправданных ожиданий? Смотрите, четверка воды, опять же, и как бы семерка земли. То есть нам что, вдохновение дают эмоции, которые не выходят наружу, что ли, да, пострадать, и нам нужны пострадашки. Вам нужно пострадать, да, чтобы вдохновиться. Да, так нам еще пострадать из-за мужчины нужно, или из-за событий, которые мы не можем контролировать, понимаете? Вы реально, как это сказать, находите источник вдохновения, страдая от различных абьюзивных ситуаций в вашей жизни, понимаете? Когда вас затыкают, когда нарушают личные границы, и вот это вот все, да, тут прям такая, видимо, зона комфорта пострадать. А почему для вас в этом источник вдохновения? Потому что вы, такое ощущение, что вы приходите к смирению, да, а вам что, говорили о том, что единственный путь души это смирение, что ли? То есть вы к миру, к себе приходите, вам что, что тем самым лечат вашу гордыню, и поэтому мы себя через вот эти ситуации наказываем, потому что слишком что, мужественный, и нам кажется, да, что за фигня вообще? То есть через страдания у меня включается женственность, женская природа, а это меня вдохновляет, да, потому что меня вдохновляет слабые женщины. Я сама себя наказываю за желание брать верх над ситуацией, за желание брать ответственность за свою жизнь, и мне кажется, что если бы я не была такой резкой или дерзкой, то мне было бы проще жить, потому что люди бы помогали решать мои проблемы. Ага. Но на самом деле мы этот жертвенный образ только транслируем, потому что он нам выгоден. Он нам выгоден. А что, сильная женщина никому не интересна? слушайте, а что вы так тогда? А что в жертву играем? А это нам что дает? А, понятно. Понятно. Короче, смотрите, если женщина сильная, то она самостоятельная. Если она самостоятельная, нет людей, которые будут ей помогать, да, там, облегчать ее существование. А тут как раз источник вдохновения, видимо, как бы в себе самой, когда удается управлять другими людьми. Блин, чего вы меня, вот, зря вы меня не сожгли на костре еще, наверное, когда я начинала работать над своими каналами, была робким зайчиком. Вот тогда бы вы бы сейчас, наверное, реально спасли мир, и я бы вам сейчас жесткую правду не говорила бы. Ну, реально, слушайте, источник вдохновения, когда вы людьми управляете. Мужчинами, в частности, женщинами. Офигеть. Такой прям карабас-барабас, да, все остальные его эти марионетки. И смотрите, в чем прикол. Когда я ухожу в состоянии вот какой-то такой слабости, беззащитности, блин, а что за сценарий тут не могу понять? Сейчас подождите, я тут это, что-то нащупала нитку, мне сейчас нужно ее вытянуть. То есть, это наша стандартная модель поведения, стандартная модель поведения про обесценивание мужиков. Ясно. Что это нам дает? Что не нас обесценивают? Офигеть. Почему в этом источник вдохновения? Почему обесценить себя для вас источник вдохновения? Расскажите. Блин. Потому что это вам дает силы на рост. Куда рост? А, понятно. Собственные капризы в собственную ценность. Понятно. Короче, мы себя, значит, людей сначала обесцениваем, а потом нам это дает силы на рост. Мы это делаем через различных нарциссов. То, что мы вводим на эмоции. Вот я тебе сказала правду, ты ее вообще не принял никак. Ты что тут такое? Получается, что нам дает все вдохновение переделывания людей. То есть вы вдохновляетесь, когда говорите им гадости. Ну, есть ощущение, что да, вам прям нужно выбесить, вам нужно выдразнить, вам нужно что-то обесценить, вам нужно быть прям вот так вот с опасностью. И вас это вдохновляет. Слушайте, вы реально мне моего кота напоминаете. Ну, как бы вот он этот такой милый, большой, но реально придурок редкостный. И вот он такой, знаете, подойдет, короче, где кусь сделает, а потом голопом улепетывает, потому что понимаешь, он просто по жопе пушистой получит. И вот здесь вот такое ощущение какое-то прям заигрывание с опасностью постоянно. Почему это вам дает источник вдохновения? Потому что вот какие-то события были послушайте в вашем, ну, не знаю, в вашей юности. Я поняла. Тогда вы не справились, сейчас вы можете справиться. А для того, чтобы вы самой себя вдохновляли в этой ситуации, вам нужно воссоздавать ситуации, в которых вам делали больно, страшно, тяжело, а вы с этим не справились, понимаете? И сейчас вам нужно как закрыть гештальт, да, снова прожить эту ситуацию, но теперь уже справиться с ней, это дает вам вдохновение. Но мы не идем в самостоятельную жизнь, да? Мы там еще висим. прикольно. Прикольно, конечно. Сейчас посмотрю, что там было. Какие-то ваши импульсивные поступки к чему привели? Вы как колобок, послушайте, вам реально нужно уходить от опасности. Ребят, вы прям реально были на грани, на грани, не знаю, либо физической вмешательства, да, либо морального, да, свои там личные границы и так далее. И вот ощущение, что вы избежали этой опасности, да, это дает вдохновение. Если не избежали, вам вдохновение будет давать, что вы там уходили из отношений с людьми, которые делали вам больно. так, ладно, а если мы все это переключаем на работу, то понятно, это про то, что я максимально себя убью, себя максимально убью, затопчу, да, и только вот потом, когда я уже бесил, да, тогда я принимаю помощь людей, это тоже дает мне вдохновение, что я дохрена сама со всем справляюсь. Блин, вот, а если снизить степень важности? Нет, мы не снизим степень важности, потому что у нас тогда пропадает момент конкуренции с другими людьми, с другими женщинами, мы должны выигрывать, понимаете, каждый раз. А мы выигрываем тогда, когда мы побеждаем, когда мы преодолеваем себя, когда действительно нам есть условно чем гордиться, может быть. Вот, было такое, что родители хотели вами гордиться? Я, честно говоря, прям была заложницей этого состояния, моя мама только недавно сказала, что я тобой горжусь, я такая, о чем нам гордиться-то, да? Ну, то есть, это вот не мои желания, это ее желание было гордиться ее ребенком. И потом, когда я эту всю ситуацию вспоминала, я понимала, что, блин, это мамина манипуляция, что я приходила на неруководящую должность, я там потом крови добивалась руководящей. Мне нужно было быть лучше, мне нужно было быть выше, да? Вот в таком ключе. Вот, и ты же не всегда осознаешь, что ты не свою жизнь, живешь и прям идешь не по тому пути, а вот по пути, который тебе нарисовали, чтобы маму не убедить. Ладно, давайте искать еще источник вдохновения для вас. Боже мой, тут на самом деле все об одном. Вам нужно победить, вам нужно победить себя в первую очередь, кого-то вывести на эмоции, раскачать на эмоции. Интересно, конечно, здесь сила. Здесь, знаете, когда женщина прям реально не справляется с обязательством, вот кто-то бы не справился, а вы справитесь. Кто-то не справится, а вы справитесь. Это вдохновляет однозначно, конечно. Браться за какой-то прям совсем жопу, за какой-то кризис условный. И тогда это открывает вас по-новому. Сейчас посмотрю, как через башню. Как вас открывает наблюдатель? спокойным, уравновешенным человеком. То есть, видимо, вам сначала нужно прям, да, в гущу событий, вот, потом вы немножко остыли, да, и спокойный, уравновешенный человек, который сначала анализирует, а потом действует. И вот вам действительно нужно научиться анализировать, а потом действовать, вы не представляете, сколько будет энергии. А мы сначала действуем, потом анализируем. Я говорю, как мой кошак. Вот честное слово. Сначала сделает, потом подумает. Так. Вам реально прям нужно заставлять делать людей то, что вам нужно. Это прям из детства идет. А что там было-то? Ой, какие манипуляторы юные. А вы что, из папы веревки вели, да? Или хотели бы? Ну, может, не совсем из папы, да, то есть вот прям я в такой жертве, как бы помочь мне никто не может, и говорить я об этом не хочу, не могу. И заведомо все эти персонажи, которые меня окружают, они недостойны. А, еще, знаете, какой момент? Я хуже, чем вы про меня думаете, да? Потому что, скорее всего, достаточно высокая планка быть хорошей девочкой, да? Поэтому реально хочется быть хуже, чем думая. И мой источник вдохновения, когда вот я прям хуже, чем про меня думает. это я написала недавно пост, не помню в инсте фейсбук, о том, что я получила вот ощущение облегчения и снятия камня с души, когда я поняла, что я не хочу прощать некоторых личностей, что мне не хочется прощать, это не про внутреннюю выгоду, я достаточно давно уже не держу камень за пазухой, но мне не хочется оправдывать человека и считать, что он так поступил, потому что мои неоправданные ожидания. Не, ну человек просто может быть чудак на букву М, который отдает себе действия, как все взрослые люди, но он так поступает. Ну почему я должна это прощать? Нет. И для меня это вот ощущение было, что у меня прям камень, знаете, свалился с плеч, и я, честно говоря, прям в бан загоняю психологов, которые говорят о том, что прощение прям превыше всего. Потому что ощущение, что ты когда прощаешь, как будто ты наступаешь своим эмоциям, да? своим травмам, понимаете, на горло, оно придет, это прощение, когда ты вот реально будешь в состоянии аналитики, но не горячих эмоций. На горячих эмоциях прощать, это просто психологи, сожрите свой диплом на самом деле. Это невозможная ситуация. Это забихивание, и потом это все прорвет у тебя просто как, я не знаю, как дрожи, если там кинуть в канализацию, да? Рано или поздно все это подавлено, прорвет в какие-то истерики. А в нелогичные поступки, да? В самобичевании, деструктив, как бы психосоматику. Поэтому нужно сначала дать выход эмоций. Нужно прямо признать, что тебе нехорошо, что ты плохо поступили. И потом ты анализируешь, что это внутренний ребенок, что это неоправданное ожидание и так далее. Но сначала просто нужно признать. Я сейчас объясню, почему рассказываю, потому что если вы реально переживали там физическое, психическое насилие, вы не виноваты. В первую очередь вы не виноваты, потому что насилие, что домашнее, что физическое, что еще какое-то, это насилие. Насильник вообще в тюрьме должен сидеть. И только потом мы начинаем эти моменты оправдывать. Ах, если он абьюзер, значит я там была в состоянии жертвы и так далее. Это да. Но в первую очередь он абьюзер. А моральное насилие над человеком это еще хуже, чем физическое. Потому что моральное насилие над человеком это медленная смерть. Поэтому иногда не стоит брать на себя чужую ответственность. Просто признайте. Вообще не просто так это все говорю. А просто ваш источник вдохновения действительно в признании, что вы несовершенны, и абсолютно несовершенны. Ваш источник вдохновения в выходе из зоны комфорта. Когда мы монотонно чем-то занимаемся и потом у нас взрывается какой-то чертенок внутри. Это действительно дает источник вдохновения. Что-то сделать против правил. И вам прям от этого кайфово смотрите сразу карты зеркала. Мы прям собой любуемся. Это как маленький ребенок покакал посередине зала. Он же еще не понимает, что это плохо. Он любуется. Сделано. Вот и здесь, понимаете, вот такая ситуация, что вот мы совершаем какие-то нестандартные поступки. Они с точки зрения других людей фу-фу там, да. А мы прям этим любуемся, мы этим упиваемся, потому что скорее всего у нас просто был запрет на проявление какие-то негативные чувств, эмоции. Но тоже подумайте про это, да. Чтобы это не утрировать все, но при этом дать этому волю, да. Дать этому разрешение. Дать разрешение тому, что хочется нестандартных методов все-таки. Эти нестандартные методы тоже на самом деле вас будут вдохновлять. Итак, зачем вам источник вдохновения вообще? А просто. Вот ощущение, что, ну да, вот. Для легкости. Ну да, я вот такая феечка. Да, тут такой, знаете, ребенок, который не отдает себе отчета. Ну, как-то так. Я даже не буду говорить плохо, это и хорошо. Это просто ребенок, который не отдает себе отчета. Ну, прикольно, слушайте. Я, вот вы можете сказать, зачем вам вдохновение? Так если оно все спонтанно, если оно про выплеск эмоций, которые ты обычно не выплескиваешь, конечно, что это дает вдохновение. Может, даже какие-то внутренние истерики тоже дают вдохновение, понимаете? Кот, который там делает мне за пятку кусь, он же тоже вдохновлен, понимаете, моей реакцией, что я вот догоню там, да, и скажу, не надо так делать. Это вот такой, знаете, шаловливый колобок, который от бабушки ушел, от дедушки ушел, да, я от тебя уйду. А на самом деле подсознательное желание, чтобы его леса сожрала, да, то есть прям в миллиметре от опасности его когда-то вдохновляет. Вот у меня ощущение, что вас вдохновляет жизнь тогда, когда она может оборваться. Поэтому вы будете в деструктив себя вгонять. Это не очень хорошо, самое главное, не доводите себя до психосоматики, потому что иначе вы будете проваливаться в болячки, да, вытаскивать себя, ну и только потом вдохновляться жить. Ну не нужно так делать. Давайте как-то по-мирному все-таки с вами. Все. Повторю фразу, которую я говорила в одном из раскладов, что не бойтесь, как бы что в такой жизни драконы ваши умрут. Нет, они не умрут, они просто найдут свою среду обитания. По сути, как бы ваш источник вдохновения подружиться со своими драконами, понять, что они такие есть и обозначить, да, среду обитания их. Все. С вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok